Под чутким назором в это воскресенье исполнится 20 лет управлению по конвоированию Федеральной службы исполнения наказаний. Но уже сегодня, в рабочий день, коллеги поздравляют друг друга. К юбилейной дате сотрудники подошли с высоким результатом. Ни одной попытки побега. Залог всему подготовка к любой ситуации. Какая она, работа конвоя, расскажет Иван Порядков. Время! Верно! По строению и получению приказов сегодня у сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний торжественный развод. Как-никак праздник 20 лет назад было создано управление по конвоированию. Но времени на отдых нет. Все сотрудники в полной боевой готовности с минуты на минуту очередной конвой. Каждый день сотрудники УСИН конвоируют по 50-60 заключенных. Перевозят их вот на таких специальных автомобилях. Машина оснащена специальным пультом управления. В случае опасности можно нажать на тревожную кнопку. Перевозят заключенных вот в таких камерах. Например, одиночная. Достаточно тесная. Мало места, зато безопасно. В камерах не должно быть ничего лишнего. Прежде чем отправиться в путь, проводят полную проверку. Осторожность на первом месте. Ведь не просто так у астраханских конвоиров никогда не было внештатных ситуаций. Служба наша, как вы знаете, отличается своими особенностями. При конвоировании на автомобилях таких случаев попыток нападения на моей практике не было. Все проверки завершены. Штаб дает добро. Конвой отправляется в колонию. Там их уже ждет группа заключенных. Как только автомобиль покидает базу, его сразу же берут под слежку глонасс. У каждого конвоя свой налаженный путь по городу. Стоит только сделать один нерекламентированный поворот, дежурные сразу же выходят на связь. Доложите остановку. 24-2, 24-2. Никаких лишних слов. Только специальные команды. Это значит, что все спокойно. Никаких внештатных ситуаций. А четвероногим бойцам Уфсин уже не терпится отправиться на тренировочный полигон. Десятки препятствий и меньше 30 секунд на их прохождение. Для этих собак такие условия обыденности. Ведь не просто так. Кинологическое отделение Уфсин считается самым сильным. Успех заключается в подходе. Руслан Алексеев воспитывал свою четвероногую напарницу сам. Круглые сутки. Даже дома. Получил щенка. Воспитал. Продолжаю деятельность с этой же собакой по всей день. Это уже получается девятый год. Да, девятый год. Ни секунды покоя. Собак сразу же отправляет на следующую тренировку. Отрабатывает задержание. Стоит только произнести команду, как клыкастый боец моментально срывается с места и ловит противника за руку. Вырваться никак не получится. Задержание проведено. Вот такая она, каждодневная работа конвоя. Но сегодня ведь день особенный. Нашлось 15 минут на торжественную часть. Как-никак праздник. Нашему подразделению и всех подразделений по России по конвоирую желаю успехов, благополучия, успехов в работе, семейного достатка, самое главное, всем. И достижения высоких целей и служению России. Поздравления бойцы Астраханского конвоя действительно заслужили. К юбилейной дате подразделение подошло без единого побега заключенных. И этот результат один из самых высоких по всей России. Иван Порядков, Слават Кушербаев, Юлия Сергеева. Вести. Астраханская область.